Фронт сейчас в Барнаульской 5-й городской больнице. Именно там врачи сражаются с коронавирусом, спасая первых зараженных. Но серьезный удар держит и тыл. Люди болеют не только простудой. И несмотря на указ губернатора об изоляции, в поликлинике алтайских городов продолжают приходить пациенты. Штат терапевтов заметно сократился. Врачи старше 65 лет в зоне риска. А значит, работать не могут. Это осложняет работу и без того ослабленного здравоохранения. Сейчас на дому по максимуму обслуживаются все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью. В частности, конечно, приоритет старшее население, старше 65 лет. Их всех, независимо от причины обращения, участковый терапевт обслуживает на дому. Также ОРЗ с достаточно высокими цифрами температуры, выше 37,5. Тоже преимущественно обслуживание идет пациентов у нас на дому. Ежедневно на прием по вызову ходят десятки врачей в каждой поликлинике. В аптеках необходимые средства защиты давно исчезли. У меня все врачи хоть здесь на приеме, хоть на дому работают со средствами защиты. То есть это маска, это перчатки. У нас у врачей у некоторых есть спиртовые салфетки, нам выдавали здесь, и некоторые покупают за свой счет всевозможные антисептические гели, спреи и так далее. Теперь врачам выдадут средства защиты в более удобной форме. Всем можно пользоваться при посещении пациентов на дому. Перед тем, как вы пришли на дом, вы обработали ручки, да, спреем, в перчатках, а не без перчаток, то есть без разницы. Вы их обязательно обрабатываете. После того, как вы пациента посетили, перчатки сняли, также руки обработали антисептиком. Сегодня антисептик от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева получили медучреждение и социальные службы. Волонтеры Барнаула, Новоалтайска, Заринска накануне спре с дезинфицирующим веществом получили и в биске. Кроме врачей, средства защиты нужны и тем, кто ежедневно помогает пенсионерам. Работники социальных служб сейчас тоже в строю, несмотря на объявленные нерабочие дни. Сейчас в данный момент мы оказываем экстренный подвоз продуктов питания и лекарств людям пожилого возраста старше 65 лет, малообеспеченным семьям, одинокопроживающим женщинам, семьям с детьми-инвалидами, а также для категории малоимущих граждан. Сложность в том, что для помощи соцработникам необходимо входить в довольно тесный контакт с подопечными и без средств защиты это может быть опасно для пожилых людей. Ну, конечно же, хочется выразить огромные слова благодарности от лица сотрудников нашего учреждения, депутату Государственной Думы Александру Сергеевичу. Это очень большая помощь. Теперь более сотни человек смогут помогать другим и делать это безопасно для себя и окружающих. Обеспечивать наши тылы им придется еще долго, и мы благодарны за то, что эти люди делают ради других, сложное для всей страны и мира время. Дарья Демиллер, Илья Халякин. День с толком.